Всем привет! Меня зовут Васан Балан, это Саша Равлев. И мы приветствуем вас на запуске первого официального сообщества футбольного клуба Барселона на русском языке. Теперь за новостями и эксклюзивным контентом, посвященным легендарной команде ФК Барселона, можно следить и Viber. Барселона — это большая каталонская семья, и сегодня в честь запуска мы пообщаемся с поклонниками Барселоны, которые давно ее поддерживают, следят за испанским футболом, комментируют его в том числе, такое тоже у нас будет. Выберем символическую сборную Барселоны всех времен, расскажем, как в Viber выиграть вот эти вот футболки с автографами игроков Барселоны, а также посмотрим, как игроки Барси отвечают на вопросы про русскую культуру, а сначала они вас поприветствуют на русском языке. Продолжение следует... Привет, Москва. Привет, Санкт-Петербург. Привет, Киев. Привет, Минск. Привет, Nur-Zултан. Привет. Я, Сапухайма, Перве. нас цитает благ Короче, на русском языке. М 진짜 нравится на這個 podcast. Привет, по чices Andreas Вयве. Привет, по внутренним русским в offendedке. Я очень рад, что wij сейчас по틀 itt, не друзья, если пойдут вы теперь в любом Ende. Слушайте, ну очень приятно оказаться в такой компании сегодня по такому случаю, такому событию. Давай, наверное, представим гостей наших, да? В первую очередь это Вадим Лукомский, популярный футбольный журналист, заведующий кафедрой изучения тактики российского рутюба, мне кажется, можно смело называть. Очень приятно видеть тебя сегодня в нашей компании. Да, мне тоже очень приятно туда оказаться, всех рад видеть. Да, также с нами Константин Лос, создатель официального русскоязычного фан-клуба «Барселона-Барселоне», который, кстати, признан официально и в Испании, и это очень круто. Узнаем потом, как это случилось. Привет. Привет, друзья, спасибо за приглашение, очень приятно с вами здесь быть. А, ну и, естественно, человек, которого мы оставили, так скажем, на десерт, это Гоша Кадзаев. Гоша – профессиональный футболист, воспитанник Барселонской академии, как я понимаю, то есть… Барселонской футбольной школы. Барселонской футбольной школы и болельщик «Барселона», естественно. Спасибо за приглашение, очень приятно оказаться в компании. Надеюсь, ты нам сегодня расскажешь какие-нибудь инсайды. Хорошо. Прямо, так скажем, из сердца, из глубины Барс. Паню будет разбавлять Вадим Лукомский, который скорее просто смотрит футбол со стороны, ни за кого особо не болеет. Мне вот интересно, Вадим, какое у тебя прежде всего воспоминание связано с Барселоной? Вот, может, одно из первых твоих? Может быть, как раз-таки гол Ревалда, который вывел Барселону в Лигу Чемпионов, очень красивый, хитрик его против Валенсии и последний гол, может быть, это первое, что помню про Барселону. А самое яркое, наверное, это финал с Гвардиолой, 11-й год, когда, ну, такого доминирования я, наверное, не помню ни одной другой команды на Лиге Чемпионов. Это правда. Я помню, мы с друзьями смотрели, и там было пара болельщиков в Манчестере Юнайтед, и они просто с таким фейспалом уходили, потому что, ну, просто шансов не было. Такое ощущение. У меня есть история, когда мы играли в Лиге Чемпионов с Челси, вот тот самый матч, когда проиграли 4-2, когда Рональдиню забил с МСК, если помнить этот матч, я болел в этот день за Барселону в бане, в окружении огромного количества русских пацанов, которые все болели за Челси. И, значит, это баня, зима. То есть ты в двойне не в своей тарелке себя чувствуешь? Ну да, то есть максимально не в своей тарелке, Рональдиню забивает гол, и все как бы смотрят на меня. Я все, я начинаю как бы, знаешь, как сказать, ловить такой как бы вайп, что все, вот оно, вот, получили, получили, и все. И потом вот эта подлость Рикарда Карвали, я с того дня просто ненавижу Рикарду Карвали. Я не знаю, вот, он еще и потом в Реал Мадрид перешел, то есть с того дня у меня просто особая ненависть к Рикарду Карвали. А теперь вопрос такой, кто из вас уже успел побывать на стадионе Компно? Потому что я был чуть больше года назад, снимал там шоу на выезд, и, кстати, оно один из самых лучших выпусков получился, собрало почти полмиллиона сейчас просмотров. И я на самом деле офигел от двух вещей. Первое, это от масштабов стадиона, потому что когда я первый раз пришел, и такую большую арену реально я видел впервые. А второе, когда Месси при мне, когда я был на стадионе, сделал хет-трик, причем два забил со штрафных, и у меня была одна, ну, мечта футбольная, одна из, увидит, как Месси забивает со штрафного, я, собственно говорил, видел, и когда все начали поклоняться, они все просто в 80-м тысяч встают, и вот так вот поклоняются Месси, Месси. Я слышал это иногда по телевизору, когда смотрел матчи, когда увидел вживую, я думаю, господи, он же реально как бог здесь, как это вообще возможно? Вот у меня такое впечатление было от посещения матчей Барселоны. Васян, ты когда был первый раз вообще на матче Барса? На самом деле, ну, я был три раза, но последний вот мой туда приезд, это в год приезда, прихода в команду Луиса Суареса, но когда он еще был дисквалифицирован, и на день Каталонии, матч с Атлетикой Бильбао, и тогда на самом деле главное впечатление было, это скорость Альбы. То есть у меня было ощущение, что все ходят, ну, бегают по полю, а у него кроссовки с роликами, знаешь, на которых катаются, то есть настолько велика разница была пикового Альбы в скорости с любым другим футболистом, там, что на своем флаге, что на чужом, и при этом очень высоким даже там с высоты наукам показался Бускетс, и я понимаю, почему он так хорошо видит поле, потому что он реально такое ощущение, что стоя в центре, а он как бы не отличается особо сильной, да, мобильностью и подвижностью, он реально видит все поле, и вот тогда он еще, ну, как скажем, был на пике формы, и тоже было классно наблюдать, как он реально как с маяка смотрит на все и руководит игрой команды. Костя, ты давно это было первый раз у тебя на Барсе? Я был впервые в 2007 году, если, не, в 2006 году на 50-летии Кантноута. Тогда как раз были популярны вот эти красавцы с роликами еще. Я вас заняты вспомнил. Тогда еще не были. Вот, собственно, это была первая поездка, и нам удалось побывать на двух матчах. Какое сильное впечатление? На двух матчах. Самое сильное впечатление, знаете, честно говоря, вот самое сильное впечатление от Кантноута у меня было на классика, на которую я сумел попасть, и мне кажется, что максимальная энергетика, которая вот бывает, это, собственно, матч в Барселоне с мадридским Реалом. Мы, как это ни парадоксально, ездили на Суперкубок Испании, то есть я побывал и на Кантноу, и на Сантьего Бернабеллу в течение недели. Я ему так завидую сейчас, может, уберем его из студии уже. Я пошел. Все, что нужно было, я уже сказал. Вот. К сожалению, Барселона по итогам двух матчей проиграла, вот, но впечатления, как бы яркие, эмоциональные, тем не менее, сохранились в целом от поездки, и тогда же я еще успел побывать в Памплоне на выездном матче, и, наверное, вот по совокупности я хочу сказать, что в Барселоне одно из самых, я имею в виду на Кантноу, одно из самых комфортных болений, потому что вот в небольших, на небольших стадионах очень яростно люди поддерживают, в Барселоне все-таки больше такая стала семейная, культурная, скажем так, поддержка, которая завязана на, скорее, сообществе, а не на том, что продвигали фанатские группировки. Гош, поделишься? Ты же много матчей по-любому посетил, пока был воспален. Очевидно, да, цена верна. Не сказать, что я прям ходил очень много и каждую неделю, но бывал на стадионе. Первый, наверное, самый запоминающийся матч, это был сезон Титы Вилановы, сезон 12-13, когда выиграли чемпионат набрав 100 очков, и вот тогда Барса как раз на ходу была, и был на домашнем матче с Атлетик Бильбао. Тоже с Бильбао? Да, и 5-1 тогда выиграли, вот, и, в принципе, потрясающий футбол был, и действительно, энергетика, конечно, особая, но в целом не было там особой агрессии, она не была, тогда еще не ввели вот эту трибуну фанатов за воротами, которой есть сейчас, тогда ее еще не было, поэтому в целом атмосфера такая была, да, более как в театре, скажем так. Вадим, ты был на Барсе, нет? Я на Барсе не был, я был на Компноу, то есть только на экскурсии, так получилось, что я в то время, когда матчи не играются, летом там был, и такой шанс не мог упустить, хотя немножко тогда длился на Барсу, они как раз в то время, например, 10 лет назад было Фабрагаса, увели из Арсенала, но я ничего в музее не разбил, все кубки остались целы. Конечно, был на стадионе и думал, как же круто отсюда смотреть футбол, даже вот с такой эгоистичной точки зрения, что очень хороший ракурс для того, чтобы подмечать все детали. Друзья, а сейчас нас ждет небольшое включение с Анной Знаменской, директором по глобальному развитию Rakuten Viber, которая расскажет об этом уникальном проекте, первом в истории официальном соцмедиабарсе на русском языке. Привет, друзья! Меня зовут Анна Знаменская, я директор по глобальному развитию мессенджера Viber, и я счастлива сегодня быть частью этого проекта. Пару лет назад мы в Viber запустили англоязычное сообщество по Барселону, а в прошлом году такое же на арабском языке. И буквально за несколько недель у нас набралось 3 миллиона подписчиков, к нашему большому удивлению. Хотя, чему тут удивляться? Барселона ведь действительно поистине легендарный клуб, и в отличие от многих других клубов, где простой обыватель сможет назвать одного-двух, ну ладно, несколько игроков. Это действительно легенда мирового футбола. Несмотря на безусловный талант Месси для мирового сообщества, это не клуб одного игрока. Это клуб Гризмана, Ипике, Дембеле и Альбы, Хави, Эрнальдинио, Неймара, Суареса. Их можно перечислять бесконечно. Как-то, наверное, лет 5 назад моя 10-летняя дочь, когда мы с друзьями сидели на Посаде Грайса и ждали матча, она смогла наспор вспомнить имена всех игроков основного состава клуба. И, наверное, не найдется ни одной страны и ни одного даже самого маленького города в мире, где вы бы не увидели маленького мальчика, гоняющего мяч во дворе в знакомой вам полосатой джерси. Это поистине легендарный клуб, легенда мирового футбола. И я была последний раз на матче Барселоны 4 августа 2019 года, уже полтора года назад. И надо сказать, что мы тогда играли с Арсеналом. Я говорю «мы», потому что действительно ты чувствуешь себя частью большой каталонской семьи, когда ты сидишь на Camp No, и ждешь приближающуюся волну, и уже готовишь руки, чтобы сделать вот это «оооооооу...» Потрясающие впечатления и воспоминания. И мы долго уговаривали клуб запустить свой информационный канал на русском языке, и вот наконец-то свершилось это историческое событие. Впервые сообщество легендарного клуба Барселоны на русском языке запущено у нас в Вайбере. Я страшно счастлива. Известно, что за Барселону очень яростно болеют, в том числе в русскоязычных странах. Когда Барселона играет с командами из России, Белоруссии, Украины, то фанаты Барселоны собираются и вместе пытаются любыми способами попасть на матчи, чтобы вживую видеть Барселону. И вот мне интересно узнать у Кости, расскажи, как болеют в русскоязычных странах за Барсу, насколько большая группа людей болеет в России, Украине, русскоязычных вообще вот этих наших странах, бывшего СНГ, и как вы собираетесь на матч, как вы достаете билеты и так далее. На мой взгляд, люди поддерживают клубы приблизительно одинаково, и, наверное, нельзя сказать, что культура боления в России за Барселону чем-то принципиально отличается от культуры боления, наверное, за другие клубы, которые не расположены на территории постсоветского пространства. Да, но тем не менее, одна из самых больших баз болельщиков, мне кажется. Я абсолютно согласен в этом смысле. Мне кажется, что Барселона уже начинает в какой-то степени конкурировать с локальными командами, и мне кажется, что вот на моей практике очень часто мне, собственно, мои друзья и знакомые задают вопросы, почему я не поддерживаю, собственно, местные команды, мой выбор когда-то пал на Барселону. Это, наверное, один из самых сложных вопросов в жизни, потому что любовь не выбирают. Ну, собственно, я думаю, что... А есть какие-то цифры, Костя, которые говорят о количестве болеющих в русскоязычном пространстве за Барселону? Вот я бы хотел обратить внимание, что, во-первых, в России не один официальный фан-клуб, их как минимум три. На территории постсоветского пространства их еще больше. У нас есть друзья в Минске, в Киеве, поэтому сообщества растут, и, как бы, говорить о России мне довольно сложно. У нас около ста человек, которые, собственно, платят ежегодные взносы, имеют возможность посещать трибуны Camp Nou как на домашних матчах и на выездных играх тоже по льготным условиям. Ну что, теперь переходим от официальной части к более развлекательной. Давайте выберем по любимому игроку Барселоны. Я начну, наверное, с себя. Можно я начну? Я, в общем-то, наверное, запомнил больше всего в Барселоне. Это будет банальный довольно ответ, но Рональдинио. И это человек, благодаря которому я, наверное, в том числе начал сильно интересоваться футболом, потому что это был начал нулевых, когда он как раз перешел в Барселону и всех впечатляло. Я тогда покупал разные газеты, типа «Советский спорт», «Спорт-экспресс». И помню, я увидел результаты по голосованию на «Золотой мяч». И там, по-моему, Рональдинио не включили в этот список. Там, по-моему, только два или три тренера каких-то сборных. Ну, там какое-то совсем небольшое количество. И автор, который писал, сказал, что, возможно, эти люди просто сошли с ума, потому что не включить его вообще в этот список было невозможно. И помню редкий кадр, который я мог тогда смотреть по телевизору из матча Барселоны того сезона, когда Рональдинио феерил. Я просто смотрел, и я офигевал даже не только от его голов, а от его пасов, передач, от того, что он творил на поле. Я думаю, ну нет, ну так невозможно. Ну как это возможно так играть? Потому что у меня были любимые футболисты тогда Бекхэм, Лэмпорт, ну потому что АПЛ показывали. Ну, по сравнению с ними, то, что делал Рональдинио, я, конечно, всегда это запомнил. И у меня в топах он довольно часто появляется, кстати говоря, Рональдинио. Поэтому мой любимый футболист Рональдинио, я думаю, как у многих болельщиков Барселоны. Но вот, Вадим, у тебя кто? У меня Хави. У меня Хави любимый футболист. Есть очень много причин болеть за Хави, ну и выбирать его как любимого футболиста. И, наверное, то, что я ни от кого не видел такого уровня, такой стабильности, как от пикового Хави. Пиковый Хави – это для меня где-то 10-12 год. Мне кажется, его, во-первых, недооценивали. То есть выбирать Хави – это еще было немножко оригинально, потому что все были за Месси. Но на самом деле это было искренне с моей стороны. Мне действительно казалось, что Хави сильнее всех влияет на ту команду, что Хави – самый умный и самый интересный игрок той Барселоны. Ну и чем больше ты узнаешь Хави, чем больше ты его интервью читаешь, тем больше еще каких-то элементов, которые тебе близки узнаешь в нем. То есть человек смотрит футбол круглосуточно. Он знает, как дела у Миддлсбро в чемпионшипе. Он абсолютно помешан на футболе. Он благодаря этому стал лучше. Конечно, у него таланта тоже достаточно. Мне кажется, Месси, Иньеста и очень многие футболисты все-таки талантнее его. Но он за счет своего помешательства довел свой футбольный интеллект до такого уровня, что этим невозможно не восхищаться. То есть Вадим узнает в Хави себя немножко, да? Получается так? Наоборот, Хави дает ориентир, куда я мог бы стремиться. Мне до этого еще очень далеко. Ну, я имею в виду, он смотрит футбол, ты понимаешь, что под таким же углом, как ты во многом, да? Получается так. Ну, это большой комплимент для меня. Если бы я смотрел под таким углом, как Хави, но Хави в этом плане просто лучше. Гош? Ну, у меня более простой и банальный ответ. Месси. Человек, который пришел как раз после Роналдини. Многие видели его сменщиком Роналдини и как раз высказывали мнение, что Месси может быть очень хорошим футболистом, но таких, как Роналдини, уже не будет. И мне так даже казалось. В итоге, конечно, Месси превзошел Роналдини, объективно говоря, по всем параметрам и по количеству лет на пике. Поэтому Месси – это человек, который барс уже в течение долгих лет держит на самом высоком уровне. Поэтому остальные игроки, которые рядом с ним играли, тоже потрясающие. И Неста, и Хави, конечно. Но Месси лучше всех. Гош, хочется просто спросить, ну, так как ты все-таки являешься воспитанником, а в то время, когда ты был воспитанником, кого ты видел на тренировках, в тренировочном процессе? Может быть, ну, помимо Месси, понятно, любимый футболист, может быть, были ребята, которых мы не знаем, например, там, да, но были действительно какие-то большие там супертонаты. Может быть, ты кого-то видел в деле, так скажем. То есть, может быть, какие-то… Есть такие люди? Но я не тренировался именно в самой Ламаси, то есть тренировки барс я не видел там вживую. Но в целом… А с кем-то, кто попал в итоге в Ламаси и потом там стал футболистом, кого-то такого ты получил? Или играл против них, может быть? Да-да, против них играл, против многих. Кто запомнился из текста? Запомнился Рики Пуч, прежде всего. Рики Пуч? Да. Играл против него как раз… Это был 2016-2017 год. И Рики тогда только начал играть в центре поля. Он до этого иногда и на фланге играл, ему не могли позицию найти. Из-за антипометрии, да? Да. И решили попробовать его в центре поля. И на самом деле это спасло его карьеру как раз. И то есть он начал блистать. И вот он запомнился, но скорость у него, техника невероятная. Поймать, даже если захочешь ударить, то не сможешь. А ты кого играл? Или играешь в спорте? Я играл и на фланге полузащиты, и в центре играл. В том матче, помню, играл на фланге. И там приходилось мне играть против Хуана Миранды. Миранды сейчас… Который в Шальке? Был в Шальке, сейчас в Бетисе. Ты Пучу хоть по ногам распродить смог? Нет, не смог. Он настолько быстро. А помнишь, как можно остановить месси? И были видео, где защиты от него хватали просто. Да, да, да. А такого тоже не было с Пучем, да? Такого не было. Ладно. Окей, Кость. Ну, у меня, наверное, чуть менее банальный ответ получится. Мне, в принципе, как-то в составе Барселоны по разным причинам импонируют не совсем классические для Барселоны футболисты. То есть, наверное, если бы совсем абстрактно отвечать на этот вопрос, то полсезона Эдгара Давидса, я считаю, одним из лучших событий, которые, в принципе, случались и с Эдгаром Давидсом, и с Барселоной в истории. Но это будет небольшой число. Когда был спорт к второму месту. Да, значит, мой любимый футболист, который играл в Барселоне, это Хавьер Маскирано. Это тот, кого я, собственно, застал. Хавьер Маскирано? Да, безусловно, Хавьер Маскирано. Потому что, на мой взгляд, это человек, который настолько поработал с собой для того, чтобы стать частью очень важной этого коллектива, перестроившись и ментально, и с игровой точки зрения, он обладал уникальным набором и боевитости, и лидерских качеств, которые, как мне кажется, очень для Барселоны в тот период были важны, как и для сборной Аргентины. Собственно, если бы я видел на поле в футболке Барселоны, я имею в виду, вживую Диего Армандо Марадону, то, безусловно, он бы занимал там ключевое место. Но сказать, что это мой любимый футболист Барселоны по нарезкам, было бы еще большим читерством. Но, в принципе, я считаю, что Марадону один из, в принципе, самых выдающихся футболистов, который был в первую очередь человеком, а во вторую футболистом. Потому что, когда мы говорим о Месси, например, Месси, он довольно инопланетный, ему как будто бы человеческие качества не очень присущи. У него есть футбол и все остальное для него вторично. У него есть любимая собака. А, с которой он играет в футбол. Все видео об этом. А Марадону, он прям вот человек, который имел невероятный талант, но, к сожалению... Был своеобразен. Слушай, первый раз, вас, прости, перебью, но первый раз я задумался. Помните, в 2009-м, по-моему, году или 2010-м, было видео, когда сэру Алексе Фердисону задали вопрос, если бы вам можно было взять из Барселоны одного игрока, но только одного, кого бы выбрали? Он Паршелло сказал Мастерано, потому что, понятно, что Месси... Но я сейчас подумал, а может быть, он на ней шутил? По поводу Маскерано, мне кажется, что он... Но все посмеялись. Он то ли перенял, то ли как бы у него сам в себе выработал, как ты говоришь, вот это умение делать last man tackle, да? То есть спасительный последний подкат, который вытаскивает в каком-то эпизоде... Вот он, я могу таких 10 или 12 вспомнить. То есть для меня вот это главный его скилл, как бы как он умел это делать. Вассанг, ну и ты. А, слушайте, ну я воспользуюсь все-таки правом ведущего побольше футболистов назвать. Потому что, ну, когда я начал смотреть футбол, у меня было, получая, там, Барсу, мне было там 10 лет, то тогда это, естественно, бразильцы, это там Иеромарио и вот тот самый даже один сезон. Но мне кажется, что Роналду в Барселоне – это пик Роналду. Потому что это еще до травм, до крестов, я имею в виду зубастика, да? И тот сезон, то есть его голы, вот эти там, голкам пастели, это до сих пор люди крутят и, ну, как бы, с ума сходят от того, какой это был Роналду. Потом был Ривалду, который для меня, ну, абсолютно уникальный человек, как можно быть высоким, не обладать очень большой мышечной массой, при этом быть таким гутаперчивым, таким умным, хитрым футболистом, все его голы там, рабонами, как он, вот сейчас для нас такая простая штука, когда, знаешь, человек просто, как бы, делает вид, что его не касается и офсайд считают пассивным. А я видел такие голы, когда Ривалду такую хитрость появлял на поле. Поэтому вот, наверное, Роналду, Ривалду, и если говорить, давай хоть кого-то назовем из сегодняшнего дня, вот мне почему-то кажется, что Де Йонг – это игрок, который может построить свою карьеру прямо на долгие годы в Барсе. Мне нравится то, чем... Вот мне интересно по поводу этого спросить мнение у Вадима. Вадим, построил Де Йонг карьеру в Барсе? Долгую? Ну, то, что Де Йонг – это один из талантов поколения, игрок с уникальными качествами, вот то, что я еще видел у него в Аяксе, это для меня не вызывает никаких сомнений. Но является ли он игроком с барселонским ДНК, как любят говорить, у меня сомнения появляются, и тут что-то перевесит. Либо барселонская ДНК перестроится, и сейчас, наверное, в эпоху глобализации это не так трудно представить, что у Барселоны может быть тренер, который немножко изменит клуб и поможет Де Йонгу раскрыться, а талант у него уникальный. Но пока я к этому предпосылок не вижу, пока я не вижу у Де Йонга того, что мы видели раньше, мы видели в Аяксе. А кого ты называешь из молодых игроков, ну, более-менее молодых, кто станет в ближайшие годы таким символом Барселоны, по-твоему? Из тех, кто сейчас уже в клубе? Ну, Педри, наверное. Если взять соотношение, как он играет, какой его возраст, то с ним трудно. А Фати? Фати. А, он тогда натравмирован. Но я бы, наверное, все равно Педри выбрал. Мне кажется, он больше подходит именно по духу Барселоны. Интересно, как Барселона, как футболисты Барселоны, вообще, насколько много они знают о России? И что они знают о России? И мы устроили для футболистов Барса небольшой квиз. Сейчас посмотрим, как они отвечали на наши каверзные вопросы. Мне кажется, это самое интересное вообще будет. Субтитры Барселоны. Every January, people would break ice on a frozen river and jump into the cold water. Oh, false. True. Crazy. Russia is bigger than all the European countries together. Uh, well, I would say it's true. Yes? It's true. In Russian-speaking countries, New Year's Day is a bigger holiday than Christmas. False. Is it true? It's true? No. 200 years ago, Russians had beers as pets and lived with them in their homes. Beers. They're crazy, but I think false. You're right. You're right. I think it was cool and fun. I didn't know many things, but the players of the Barca could actually know. Now we're going to go to our next part of our program. I'm going to choose the symbol of the Barca's entire time. I have a small card, which we have prepared. Let's start. The only thing is... ...to determine the scheme. ...the scheme. You always choose the maximum attack. So, let's say... ...Vadim, Vadim, what is the scheme? What is the scheme of Barcelona? No, no. No, no. 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 What is the other possible? посмеивались. Мне кажется, что Вальдес был уникальным, прежде всего, своим умением в ключевые моменты играть на высочайшем уровне. То есть он иногда мог привозить где-то в каком-то неважном матче, но в ключевые моменты, в том числе и в финале Лиги Чемпионов против Арсенала, он практически в одиночку его выиграл. Не знаю, не много людей-то помнят. Поэтому Вадим не хочет о этом вспоминать. Но он вытащил несколько выходов 1 на 1 от Анри и в целом то, как он подходил к команде по стилю, как он ногами играл. Он опередил свое время. Другие топовые вратари того времени, они Чех, Буфон, Коситес, они не могли мечтать о такой игре ногами. Поэтому я бы выбрал все-таки Вальдеса. Я соглашусь с Гошей в том смысле, что да, при том, что Терштеги иногда кажется вообще непробиваемым вратарем, стеной абсолютно. Но получается влияние на результат, особенно в Барсе, ведь все равно это при нем. Мы проиграли Роме, мы проиграли Ливерпуль. Это все при нем происходит. Дело в том, что какая Барселона у него была, какая у Вальдеса? Не, ну хорошо. Условно говоря, Вальдес, вот то, что сказал Гоша, отличался именно тем, что даже когда Барса могла весь матч сидеть на воротах соперника, но пропустить одну контратаку, он всегда тащил, он всегда вытаскивал. То есть, грубо говоря, вот за это, и за то, что все равно статистика говорит, что он выиграл и с командой Рональдина Лиги Чемпионов, и с командами Гвардио Лиги Чемпионов. Для меня все-таки Вальдес. Я бы поставил Вальдес. За, в том числе, за заслуги, все-таки мы выбираем вратаря, условно говоря, всех, в символическую, я бы все-таки пока поставил Вальдес. Вот, Костя, ты должен разрешить этот вопрос. На самом деле, я не вижу противоречия. Я, с одной стороны, абсолютно согласен с Вадимом, что Марк Андре более сильный вратарь, чем Виктор Вальдес. Но, с другой стороны, конкретно для команды всех времен Барселоны, у которой исторические проблемы с вратарями, Виктор Вальдес оптимально подходит. То есть, как вы понимаете, ну, смысл... Смысл, да, как раз Барселоны в том, что она, ну, не должна уповать на мастерство Терштегина. И я, кстати, скорее хочу сказать, что, на мой взгляд, Терштегин чаще тащит единичные моменты, чем это делал Вальдес. Потому что я могу... Ну, почему он не вытащил полуфинал с Ливерпулем? Хотя бы один затягивал. Потому что он был не один. Я к тому, что Вальдес как раз, мне кажется, в важных матчах собирался, а в менее важных он, ну, не так собирался, скажем так. Он мог расслабиться и пойти в обводку, например. Да, или мог попасть в разные части тела Давида в Вилье, например. Ну, там много было разных историй. Я просто к тому, что вратарь в Барселоне, ну, вот, как бы, исторически не должен быть. То есть символизирует вратарь Барселоны больше именно Вальдеса. Да, да, вот о чем я хотел сказать. Прости, Вадим, с твоей аналитикой, но ты сегодня в меньшинстве. Выбираем, получается, Виктора Вальдеса в символическую сборную Барселоны всех времен. Я воздержусь, потому что, мне кажется, ребята лучше будут знать. Ставим его сюда. Да, дальше переходим к защите. Четыре защитника. Ух, давай перечислю, кто у нас в списке. Значит, Даня Алвес, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Хосе Рамон Алишанко, Рафа Маркес, Хорди Альба, Серги Бурхуан. То есть давайте, наверное, начнем с правых защитников. У нас тут, получается, есть Даня Алвес и в какой-то мере Карлес Пуйоль, потому что он начинал правым защитником до того, как перейти в центр обороны. Но все равно, мне кажется, здесь безоговорочно Даня Алвес, наверное, да? С правых защитников. Сержа Роберто? Интересно. Ладно, я просто пытался интригу создать. Не в этот раз. Даня Алвес. Не в этот раз. Хорошо, давай другой фанг. Тут уже интереснее. Да, здесь интересно, потому что мне кажется, что Сергий Бурхуан, точнее, Хорди Альба, это какой-то внебрачный сын Бурхуана, потому что он такой же небольшого роста, тоже плотненький, тоже с очень крутыми скоростными показателями, с теми же самими подключениями к атаке. И для меня, например, Сергий Бурхуан это какой-то такой еще и романтичный образ, потому что я еще там был совсем маленький. И я бы даже, ну, мне интересно послушать, там ребят, потому что я бы, я бы 50 на 50 для меня и Сергий, и Хорди Альба. Хотя, наверное, пиковый Хорди Альба, особенно времен, когда он не только в Барсе выиграл, но и забивал в финале чемпионата Европы, наверное, это, ну, прям чуть ли не эталон игры левого защитника. Что скажете? На самом деле, я считаю, что Бурхуан был неплохим защитником, но до такого уровня все-таки не дотянулся. То есть он, не сказать, что был там в течение 10 лет основным игроком. Поэтому тяжело его сюда встать. И вообще, мне кажется, что у Барса, великих центральных защитников, было больше, чем левых. То есть здесь, я, кстати, удивлен, чтобы, по-моему, Кумана не было в числе кандидатов. Он есть. Профессион Альба сам просто его не назвал, да. Слушай, почему-то у меня... Может, по-моему, защитников у тебя. А, может быть, да. И я бы с удовольствием поставил Пуелина фланга в центр Пике и Кумана, я тебе честно скажу. Но если именно про левых, Альба лучше. Окей, у нас Кость. Кость, да. Тут очень сложно сравнивать все-таки человека, которого ты наблюдаешь на протяжении очень длительного промежутка времени и человека, которого ты не имел счастья так долго наблюдать. То есть, мне кажется, у нас в каком-то смысле будет там читерство в одном или в другом случае. В одном, если, там, я сейчас скажу Бархуану, например, вы не сможете мне как-то аргументированно противостоять, да. А если скажу Альба, то это, ну, просто... Ну, это просто. Если бы, например, здесь в качестве кандидатов был, например, Абедаль, то, может быть, мы бы чуть-чуть и пообсуждаем. Но он может быть кандидатом, на самом деле. Но поскольку его сейчас здесь нет, то я выберу Альбу, но, на мой взгляд, Альба не является именно эталоном защитника из-за каких-то особенностей его игры и участия в столкновениях. То есть, мне кажется, что он слишком картинно некоторые вещи делает. Альба как будто бы начинал играть, если я правильно помню, вингером, и он по какой-то, по ментальности вингером и остался, не перейдя в игрока обороны. Но он абсолютно выдающийся атлет, который принес огромное количество пользы Барселоны. Так его и вот этот вау-скил, условно говоря, скорость позволяла ему компенсировать. Поэтому страховка всегда была. И на самом деле еще по Альбе есть момент, ну вот эта вот связка с Месси, которая там, да, это тоже интересная штука. Потому что они реально, грубо говоря, являются чуть ли не... Ну, последние 3-4 года чуть ли не главным оружием, когда у команды не идет. Вадим, а может быть все-таки Бедаль? Нет, может быть... Даже если Вадим говорит, что нет, то все, закончим на этом. Альба? То есть не будем про Бархуана, да, спрашиваешь? Может, ты Бедаль? Если не Бедаль, то Альба сорян. Я думаю, Бархуана ведь ты тоже не видел, так я понимаю, в деле. Я, да, только на вторичное мнение могу ориентироваться, но мне все равно кажется, что Альба. Слушайте, сейчас самое... Просто если ранжировать не только за стороны Барселоны, а сколько лет этот человек был в топе именно мировом на своей позиции, мне кажется, с Альбой тяжело конкурировать кому-либо другому тут. Это правда. А теперь самое сложное, потому что много кандидатов. Центральный защитник это Пуйоль, Пике, Маркес, Куман, Алишанко и Маскеран. Давайте выберем. Мне кажется, это нереально сложно. Дискуссия надолго, потому что есть вопрос сочетаний, кто с кем сочетается, есть вопрос о качестве на команду, влиянии на результат, на команду. То есть очень много. Ну, может быть, прям выскажем все, кто какую пару видит. И попробуем собрать, ну, если там будет, грубо говоря, повторяться, то вы... Мне кажется, пара была бы отличная Куман вместе с Маскерана, потому что Куман вперед бегает, вперед бегает, а Маскерана, наоборот, очень сильно страхует, нет? В качестве страховщика все-таки, наверное, лучше выбрать Пуйоль, тебе не кажется. Ну, может быть, Пуйоль. Слушайте, я вообще считаю, что без Пуйоля, о какой-то надежности в обороне Барселоны, учитывая стиль игры, учитывая 4-3-3, Но Маскерана как раз заменил его. Ну, нельзя выходить на поле, мне кажется, без... Потому что Пуйоль, помимо всего этого, еще и главный дядька, так скажем, в этой команде, которого, например, по-моему, по моему мнению, сейчас не хватает вообще последние годы. Такого человека... Здесь согласен, да. Здесь он гораздо сильнее Маскерана. Без Пуйоля видеть оборону. А вот рядом с ним кто-то, наверное, сусловно говорить, ну, кто-то, кто хорош на мяче. Вот Куман-Пуйоль, мне кажется, абсолютно непобедимая пара в защитниках. Ну, и в реальности Пике и Пуйоль как раз именно была такая идеальная пара, наверное. Ну, просто Куман, мне кажется, еще сильнее на мяче. И дальний удар, и стандарты, и огромное количество голов. Вы ведь только недавно Рамос обогнал по количеству голов среди защитников в Ла-Лиге. То есть Куман был бы много. И он, наверное, является автором самого важного гола вообще в истории. Как ни крути, это первый кубок чемпионов Барса. К ним ушла очень долго, и такой гол он забил. И вообще был символом революции Кройфа. Потому что когда купили только Кумана, над ним смеялись и над Кройфом, и над Куманом, потому что он был медленный, мяч особо отбирать как раз не имел, а вот пас у него был потрясающий. Слушай, но зато при этом, если мы возьмем Пике, то у нас будет возможность в конце использовать Пике в качестве форварда и попробовать, если надо, додавить соперника. У нас такие будут ребята там впереди, если мне кажется, это просто не нужно будет, если честно. Короче, давайте, если говорить, я предлагаю Куман-Пуйоль. Костя. Костя. Смотрите, я не буду читырить и называть Маскерана, потому что мне кажется, что Маскеран, он хорош как человек, который может кого угодно подменить, но все-таки с точки зрения футболиста основного состава, очевидно, должен быть Пуйоль. Наверное, с позиции сочетаемости футболистов он наилучшим образом сочетался действительно с Пике. Мне кажется, это оптимальное сочетание, но легендарность гола и тренерский статус вынуждает меня согласиться с парой Пуйоль с Куманом, хотя это абсолютно неиграбельно, как говорят у нас в сообществе. Вадим. Я бы скорее выбрал Пике с Пуйолем. Это немножко скучно, потому что мы эту пару видели. Это тоже перекос в сторону современности. Но, во-первых, все-таки мы договорились учитывать сочетаемость. Может быть, не как первый фактор, но все-таки учитывать. У них она практически идеальная была. И вот если договориться, что Пуйоля берем точно, по-моему, все его назвали, то сравнивать Пике и Кумана, наверное, еще стоит учесть, как долго на очень высоком уровне Пике играет. То есть Пике или Пуйоль? Гош? Наверное, стоит согласиться. При том, что с точки зрения сочетаемости, вот как раз Пуйоль с таким игроком, как Куман и Пике, очень здорово подходят. Хотя я считаю, что как раз Куман и Пике превосходят Пуйоля по важности для своих команд. Как бы это странно не звучало. То есть для великой барсы Кройфа, понятно, там Куман был всем. И сам Гордиола и Виланова, они говорили, что Пуйоль, конечно, там лидер и так далее. Но именно с футбольной точки зрения Пике без него бы ничего не было. Но, наверное, вот как пара Пуйоль дополнял бы здорово одного из них. Все-таки кто? Пике, давай скажем. Пике и двое за Кумана. Да, вы же за Кумана? Да, за Кумана. Тогда ты решаешь. Не болельщик Барселона. Слушайте, но мне кажется, правильнее будет Кумана, потому что он важнее, я считаю, что с точки зрения становления Барселона. Мы же работаем с тобой вместе на одном канале, не зря, Саша. Давай. Чуть проведем и поставить? Да. Правильно. Хотя, наверное. Ну, так принципиально. Что, переходим к полузащите? Переходим к полузащитнику? К стройке полузащитников. Ух, то здесь тоже. Ну, то есть, условно говоря, даже на центрального полузащитника, там, да, грубо говоря, есть три человека. Это Сирхи Бускетс, Пеп Гвардиола и Хави. Мне кажется, три полузащитника, Бускетс, Хави, Неста и все, и расходимся. То есть, Гвардиола нет? Наверное, все-таки нет. Вадим, как считаешь? Абсолютно согласен, мне кажется, и в плане сочетаемости, и в плане уровня. И, по-моему, сам Гвардиола, может быть, он, конечно, скромничал, но говорил, что Бускетс лучше его. Бускетс – это такая усовершенственная версия Гвардиола, если честно. Слушайте, а я вот все-таки с вами немножко поспорю, потому что мне, если честно, было обидно, когда топового пикового Яя Туре, по сути, выгнали из команды из-за Бускетса, потому что был выбор. Но для меня, на самом деле, вот сейчас особенно это видно, когда совсем не осталось скорости у Бускетса, что все равно есть слабые места как раз для команды, когда у тебя есть Бускетс. А у Яя Туре вот того периода не было этой проблемы. То есть, грубо говоря, мне кажется, когда ты, просто, как сказать, есть большая проблема при потере мяча, риск при потере мяча гораздо больше, когда у тебя в команде Бускетс. Постой, но ты сравниваешь пикового Туре с нынешним старым Бускетсом. А давай вспомним старого Туре в Сити, который просто ходил по полю, уже такой толстый был, что не мог ничего делать, и из-за того, что у него был настолько большой там лишний вес, Гвардиола пришел и не разрешал ему тренироваться с командой. То есть, тот Туре был такой же обузой. А на тот момент команда, как ни странно, после ухода Туре и приходом Бускетса, она стала лучше. И на следующий год она провела лучший сезон, там, выиграв и Лигу чемпионок, и чемпионат. Просто мне кажется, что Бускетса дополняли как раз Хави и Ньеста, а Я-Я сам по себе мог быть, потому что его приход в Сити показал... Ты ей не предлагаешь поставить? Ну, то есть, нет, я к тому, что для меня не очевидно, что Бускетс обязательно. Условно говоря, Хави и Ньеста для меня обязательно в полузащите здесь, а дальше я должен быть за сочетанием. Если взять Туре, он мог бы играть в любой команде мира, как он потом показал в Сити, и он мог играть опорником, и как в Сити атакующим, и забивать по 20 голов. Но Бускетс именно для той команды, для того стиля, для этой роли, он идеал. А Гвардиола вам не нравится? Гвардиола нравится, но все-таки, наверное, Бускетс лучше в этой роли. Мне кажется, если бы Гвардиола ставил себя футболиста и выбирал между собой и Бускетс, он бы выбрал Бускетс, если честно, да? Ну, по-моему, ты говорил, это один из аргументов. Да, мне тоже кажется, что Бускетс даже в отдельности, даже если бы мы не учитывали вообще сочетаемость, тоже пробился бы на эту позицию. И вот проблема нынешняя, которую мы поднимаем, она связана в целом с Барселоной, с тем, как Барселона прессингует, вернее, не прессингует, с тем, как она отошла от своих идеалов. Я думаю, если бы нынешняя версия Бускетса попала, грубо говоря, в команду 10-го года, 10-го-11-го хотя бы, то я думаю, что, может быть, и сказывались эти недостатки, но они практически были бы незаметны, потому что он очень умный, он компенсирует это. Но, понятное дело, когда его нагружают огромным пространством, он не очень быстрый. Но я думаю, с нормальным прессингом он даже сейчас был бы супертопом на своей позиции. То есть, получается, мы видели практически всех лучших игроков Барселоны, потому что у нас только один пока футболист из начала 90-х. Ну, это может быть обратная связь, а мы выбираем их, потому что мы их видели. Может быть так, может быть так, это правда. Но, с другой стороны, с точки зрения трофеев, это правда лучшая Барселона была, потому что самое великое, с точки зрения количества завоенов у Кубка. Ну, турниров сейчас сильно больше, надо признать. Нет, ну, а если брать именно Лигу Чемпионов Кубок Чемпионов, то большинство выиграло за последние 15 лет. Тут бесспорно, что это поколение было сильнейшим, наверное, в истории Барселона. Скажите, правильно, Хави правее и Ньеста Левейри? Да, правильно. Хави правее. На одну и в поле. И теперь, но вы понимаете, да, что вот условно у нас с наличием Ньеста в команде, да, если мы же понимаем, что Ньеста не совсем в тройке, он в топу, в пиковый период Барсе, по сути, играл ближе к левому флангу. Условно, левый фигурой, который мог смещаться в центр, да, то мы получаем только двух человек, которые могут обороняться при потере мяча, по сути. Мне кажется, что Барселоне иногда обороняться не нужно было, она просто всегда держалась. По защитникам, если мы посмотрим, то тут вообще полтора человека могут обороняться. Вот сейчас из этой схемы, если ты обратишь внимание, ровно та же история с Вальдесом. Вот это Барселона, она вот такая, в принципе. Вот как, мы Васанку не доверили я дать, потому что он всегда атакующих выбирает, и все равно мы выбрали атакующих. Как это? Как логично. В этом случае это нормально, потому что команда прессингует, и эта команда точно прессинговала бы. И все про Алвеса конкретно говорили, что надо вскрывать пространство у него за спиной, но никто не мог вскрыть, потому что все трусили это сделать. И то же самое вообще можно сказать про любую версию команды Гвардиолы. По-моему, в каждый из его сезонов меньше всех пропускала Барселона в Ла-Лиге. Все говорили про плохую оборону, про то, что можно вскрывать этих футболистов, но никто не мог сделать это на практике. Грави как раз таким центром поля. Давайте попробуем теперь сломать голову, потому что у нас среди атакующих футболистов одни просто легенды. Тут есть Ривалда, Диего Марадонна, Йохан Кройф, Лаудруб, Месси, Кубала, Роналдинио, Самуэля Туо, Роналдо Зубасти, Кристос Тойчков и Луис Суарес. Давайте попробуем сначала убрать точно тех, кого мы не возьмем. Мне кажется, несмотря на легендарный статус, надо убирать Марадонну из этого разговора. Потому что Лаудруб надо убирать. Лаудруб надо убирать, мне кажется. Но Роналдо Назарё тоже убирается за один сезон. И за переход в Реал. Да, кстати, тогда... Это где фигу? Вот, кстати, в этом я тоже удивляю. Да, я здесь еще изначально не стану. Но мы бы его тоже убрали за переход в Реал. Получается, что он же, как сказать, он же ведь играл в Барсе, когда он играл правого полузащитника, такого классического РМ, понимаешь? Он же не вингер, он же не правый вингер, никак. Но в этой схеме мы бы его рассматривали вот сюда вот так. Где мой Сенрике? Делаю Сенрике, да. Вы Сенрике, мне кажется, тоже... Ну а где Барс? С одной стороны мы можем много называть, с другой стороны мы бы их выбросили практически сразу. Потому что очень много... Ну, давай так... Ну, окей, смотрите, Кроев, Кроев. Сразу легко поставить Месси, потому что он точно там будет. У нас есть две свободные позиции. Месси на позицию правого, правый вингер. Да ну, это сейчас условные позиции, правильно я понимаю? Ну, какая-то логика хочется сохранить. Или ложные девятки, как он играл тоже, вот с этими тремя как раз полузащитниками. Окей, Месси точно в команде. И на две позиции претендует Кроев, Ревалдо, Роналдинио, Этоо и Суарес. И Кубала. А, еще Кубала. Ну, смотрите, у Кубалы из оставшихся меньше всего матчей. Да, выиграл четыре чемпионата, пять кубков. Я так скажу, я немножко изучал историю Кубалы. Это игрок, который был вообще одним из ключевых игроков в истории Барсы. Потому что, когда он пришел, Барса играла еще на маленьком стадионе. В том же районе, где находится нынешний Камп Ноу. Но там было 20 с чем-то тысяч. Кубала играл на настолько космическом уровне, что стадион для Барса стал просто маленьким. То есть, та команда выиграла несколько чемпионатов Испании, кубков Испании, международных турниров. Еще тогда не было кубка европейских чемпионов. Это было начало 50-х. И команда была настолько невероятна, что уже люди не помещались на стадион. И из-за него во многом построили Камп Ноу. То есть, он для своей эры не мог быть более важным. Это хороший дух. И у него за 119 матчей 97 голов. Слушай, ну это же у нас поколение того великого венгерского. То есть, это же то самое время, когда все они играли. Ну, тогда окей. Ну, я согласен, что тяжело его сравнивать, учитывая то, что мы его не особо много видим. Слушайте, вот это Оу мы рассматриваем, учитывая то, как он ушел из клуба, как он отзывается о Гвардиоле в итоге. Ну, просто мне кажется, что тут есть... Суарес рассматриваем, Луис? Я очень хотел его включить. Если бы там просто твой Суарес, я бы его включил. Но мне кажется, Гоша под очень красивую мысль подвел, что можно тут схитрить, немножко пожертвовать, скажем так, четкостью позиций и по одному человеку эпохи поставить. Это будет Месси, Кубала или Кройф. А, согласен, да. То есть, Рональдинь его мы убираем? Ну, наверное, да. Но, может, еще есть варианты. Смотри, Кройф все-таки, как игрок, именно в Барселоне не достиг... Да, он выиграл один кубок. Настолько невероятных вещей он не достиг. Ну, а если... Роль личности. Смотри, но Рональдиньо пришел и во многом изменил вообще историю Барса. Согласен. А Кройф не изменил, ну, то есть... Но он уже изменил как тренер, а не как игрок. Да и как игрок. Мы же говорим, как игрок в куда меньшей степени. Ну, если рассматривать историю Барса как еще историю каталонской культуры... Это да. И какое влияние он уже начал оказывать, когда был игроком, наверное, тогда это спорно. Но мы упираемся в игровой уровень или вот такие достижения, что важнее, тяжело. Да, очень тяжело. Мы и Вадима Алкомского поставили в тупик. Я считаю, это успех. Слушай, я... Если брать вот... Просто мне понравился довод Гоши, то для меня, например, тройка Месси, Рональдиньо, Кубал. Выглядит самый. Ну, если мы не как бы даем себе возможность поэкспортизу... Мешает Рональдиньо друг с другом? Нет, на поле. Нет, ну мы же сейчас допускаем, что можем как бы... Но Рональдиньо часто на левом плане играл. Да, Рональдиньо начал как левый вингер. Так что можно его ставить туда смело в 4-3-3, если чисто по позициям. Потому что мне кажется, что Рональдиньо... Рональдиньо вот в то время, когда ты в него влюбился, мне кажется, абсолютно, как сказать, вообще, как сказать, совершенный футболист. Потому что в отличие от Дажда Месси, он еще при этом еще был интереснее по антопометрии, грубо говоря, физически был интереснее. И мне кажется, вот эти его два года, они, если сравнивать пики, прям Месси и пики Рональдиньо, я бы лично поставил Рональдиньо лучше. С точки зрения магии, да. Но Рональдиньо столько никогда не добивал, даже близко. Ну, подожди. Да, это была другая эра. И, в принципе, как бы никто не забивал, как эти два человека сейчас забивают, там Месси и Рональдиньо. Не, ну с Месси-то мы не сравниваем. И мы не сравниваем его с Месси, я же ставлю их в одной команде. Ну, это да. Но единственное, они оба как бы концентрируют на себе мяч. Вот я про что, Вадим. Они же будут мешать друг другу этим. Один будет хотеть, чтобы вся игра в него шла, другой, чтобы вокруг него. Нет разве? Это правда, но мы, я так и не понял, то ли жертвуем вот этим фактором, то ли не жертвуем. Если говорить с точки зрения баланса, то я бы еще вернулся к разговору о Суаресе. Если мы вот отмели эту историческую версию, красивую историческую версию, вариант, точнее, исторический, из разных эпох. Мне кажется, если мы сравниваем пикового Суареса, его недооценивают, на мой взгляд, хотя очень ценят, но все равно недооценивают. Мне кажется, если сравнить лучший сезон Суарес и лучший сезон Рональдиньо, то Суарес сильнее, чем Рональдиньо. Но это разные футболисты, Вадим. Один нападающий, а другой все-таки атакующий полузащитник. Но они за нашу тройку борются. И Суарес как раз-таки идеально дополняет Месси. Прямо космическое взаимопонимание. Мне очень нравится Суарес. Я, может быть, тут субъективен. Мне кажется, он намного лучше без мяча работал, чем когда-либо работал Рональдиньо. Если мы, конечно, не берем последние сезоны Суареса. Может быть, ты хочешь его нам подсунуть, чтобы он красную карточку заработал? Слушай, тогда мы можем сравнить Суареса с ЭТО. Похожие по стилю футболисты. ЭТО забил два ключевых гола в двух финалах Лиги Чемпионов. Суарес за последние пять лет в гостевых матчах Элчене разу не забил. Что во многом послужило причиной проблем Барса в этом турнире. Что ты зарубишь Суареса. Потому что я знал, что ты будешь его хвалить, и я уже приготовил аргументы. Но мне кажется, что тяжело сравнивать Суареса. Суарес пришел в Супер Барсу, где был Месси, а Рональдиньо пришел в Барсу, которая боролась за попадание волчей, полностью изменила клуб. Слушайте, и вот это, мне кажется, мега популярность, и вообще мега интерес к Барсе, и вот этот статус прям абсолютно вот такого топа именно с Рональдиньо начался, именно с той эпохи. И при нем мы выиграли Лигу чемпионов, потом вот это было сумасшедшая зона, он уходит. То есть он, мне кажется, как бы, так сказать, дал путь. И он дал путь тому самому Месси, будучи его там ментором. Мне кажется, его роль тоже трудно переоценить. Ну, значит, ментора, скорее наоборот, он был негативным влиянием от которого пришлось избавляться. Смотрите, ну... Ну, подожди, если мы говорим про то, что он играет для зрителей и, условно, расслаблен на поле, и больше все-таки старается играть в удовольствие, то, мне кажется, в этом ничего плохого нет. Просто у Месси черты характера позволяют это делать стабильно, а Рональдинья хватило там на 3-4 года. Я не считаю, что плохо. Мне кажется, что мы сейчас зашли в какой-то тупик, и нам из него нужно оперативно выйти. Я думаю, что, может быть, мы либо расширим заявку к кем-то из запасных, потому что кажется, что к единому мнению мы даже путем нехитрого голосования не придем, потому что у каждого будут, в общем-то, свои мотивы. И, наверное, это самая важная штука, что мы определились практически со всеми позициями, а вот в плане нападающих у нас очень разные взгляды. И, наверное, это и ценно, согласитесь. Да, это и ценно, но нам нужно выбрать все-таки 11 человек. Я предлагаю тогда действовать по позиции. Сейчас мы выберем, получается, того, кто будет на острие. И мне кажется, что, может быть, все-таки возьмем Кубалу, потому что человек из другой эпохи, которая была очень реально великой, первой такой великой, наверное, эпохой Барселоны, которую все запомнили. И памятник. Да, и все-таки нужно вообще забивать. В каждом мае, у него там по статистике практически один матч. И плюс, извините, в 2000 году было среди болельщиков Барселоны именно в Каталоне проведен опрос, кто лучший игрок в истории клуба и он победил с большим отрывом. Тем более, берем с правилом, как памятник. Это же он, да? Хорошо, тогда нам остается одна позиция, то есть мы берем на острие Кубала с правом месте и остается слева. Слева это получается Кройф и Рональдинио фактически, два человека. Вот давайте между ними выберем и мы можем это выбрать голосованием. Мне кажется, Рональдинио. Мне кажется, Кройф. Гоша. Тяжело не вспоминать Кройфа как тренера, но именно как игрок я бы остался с Рональдинио. Слушайте, ребят, ну нельзя, потому что Рональдинио это и есть как бы философия Барса, это есть, грубо говоря, эмоциональная та часть, которая привлекает. Просто поменяем в своем предложении Рональдинио на Кройфа и все будет то же самое. Не, не, вот это вот, смотри, я к тому, что, грубо говоря, вот эта любовь даже нейтральных болельщиков к Барселоне, вот этот интерес просто людей, которые даже не смотрели футбол, это как бы именно за счет Рональдинио, по крайней мере, если мы говорим об эпохе, который сейчас был. Ты говоришь про масс-маркет, про общее впечатление. Мы же все-таки выбираем человека, который для нас олицетворяет Барселону, поэтому, наверное... просто олицетворяет, потому что он очень много дал... А мы говорим сейчас про футболиста, ребят. Кройф выиграл один чемпионат, один кубок, как футболист в Барсе. Рональдинио перевернул ход истории. Команда, которая не могла выиграть его чемпионов, выиграла ее с ним и с человеком, который был главным в этой команде. Не обязательно меня переубедить, главное убедить остальных голосований. Вадим, на самом деле, от твоего голосования сейчас много зависит. Кройф. От меня опять, что, что ли, все зависит. Ну, я не могу здесь говорить. Это твой любимый футболист? Я уже знаю, какой будет ответ. Рональдинио все круто. Мяч продажен, понятно, кто тут. Твой любимый футболист, я сам сказал. В Барселоне, да, мой любимый футболист, но дело в том, что я понимаю, что влияние на саму Барселону исторически больше у Кройфа. Как у футболиста или как у человека? Как у человека, в принципе. А мы кого выбираем? Мы выбираем футболиста. И, наверное, Кройф пришел в Барселону уже, когда потихоньку начинал заканчивать. Правильно же, это уже было после, там, 28, по-моему, летом, что-то такое, нет? В порядке он был. Не, он был в порядке, но он и ваякси был уже. Лучше года он прожил ваякси, как мне кажется. Да, он выиграл три золотых мяча. Да, ваякси, а в баякси не выиграл. Мужчина понимала, как бы дискуссии, если мы выбирали бы тренера или бы, грубо говоря, какого-то великого человека для истории, я бы сказал Кройф. Давайте начнем с Гвардиола и Кройф. Ну, Кройф, да, Кройф, точно. Потому что Гвардиола последователь того, что делал Кройф. Поэтому Кройф. А Кройф первостепенит того, что делал Михелс. Но Кройф смог реализовать первым актером Барса. Все, мы уже договорились. А, тренер. Да, давайте. Вот, вот здесь, давайте, кстати, выберем тренера. Реализоваться, да. Гвардиола или Кройф? Идилу Иван Гал. Вассант Вангало выберет, он же влюбился в такой Барселоны Барса. Тата Мартин. Все-таки, не, Гвардиола или Кройф, наверное, да? Нет, ну я бы в этой ситуации выбрал, как раз вот здесь я бы точно выбрал Кройф, потому что он стал, как бы говоря, как сказать, человеком, результаты деятельности, которого мы до сих пор видим, и то, что касаемо стиля, что касаемо тренеров, которые там игроков, влияние, мы до сих пор это видим, и еще, мне кажется, долгие годы будем видеть. Поэтому, ну, тут 100% Кройф. Я думаю, сам Гвардиола бы сказал кровь. Он бы сказал, что без крови не было бы у меня. Да. И без Хави не было бы его, и без Месси он про всех может так говорить. Костя? Да, безусловно, кровь. Тоже кровь? Я думаю, что да, кровь. Ну, я думаю, что Гвардиола, но это уже не важно. Неважно. Тренер, собственно, Йохан Кройф. Слушайте, ну, команда-то получилась все равно, несмотря на все наши споры, мне кажется, культовые, абсолютно, практически без слабых сторон, учитывая, что она бы навязывала игру, как мне кажется, она бы диктовала то, что происходит на поле, и учитывая, что у нас там впереди происходит, мне кажется, мы бы обыграли любой состав Реал Модельта, любой, просто, кого бы они там ни предлагали. Но если мне Сироналдиньо старые, то не обыграли бы. Что значит старые? Ну, которые не бегают. Нет, нет, мы же берем пиковых, когда они на пике. Мне нравится, как Вадим вносит сумбур в эту программу. Ты играл в СПАРТАК, в Москве. Да, в СССР. И ты играл в СПАРТАК в СССР. И ты играл в Динамо, в Барска, в СССР. Что ты знаешь, о Руси и Украине? Мы были две большие города, с очень большими зданиями, которые очень впечатляют. У нас был очень сильный холод, и мы не были так осознанными, но мы провели спарта, потому что у нас не было ничего страшного, потому что у нас было очень холодно, потому что мы не могли жить в Кунта-Кьеве, потому что у нас нет публики. Но у нас были две хорошие recuerды, и мы прошли красивые моменты. Вы играли в России несколько раз в Champions League, с Леон, Рома и Ювентус. Какие ваши воспоминания? Да, это было очень холодно, конечно. Я играл много раз там. Я помню, конечно, самые красивые города, но, конечно, это холодно, всегда было холодно. И они всегда были очень сложные игры, но всегда было очень приятно быть в России, увидеть людей там или фанатов там, в любом клубе я играл. Это было очень приятно. Это было очень приятно. Это было очень приятно. Это было очень приятно. Я помню, что у меня было очень приятно. Я помню, что я помню, что у нас было очень приятно. и я помню, что у нас было очень приятно. Потому что мы квалифицировали в Champions League бета-Айнс. А теперь у нас отличная новость для тех, кто подпишется на сообщество Барсы в Вайбере У вас есть прекрасная возможность выиграть футболки с автографами от Миралема Пьянича и Серджи Роберто И плакаты с подписями самого Леонеля Месси Итак, как принять участие в розыгрыше подарков? Первое, что вам надо сделать, это подписаться на официальное русскоязычное сообщество клуба Вайбер В сообществе вы увидите ссылку на специальный чат-бот розыгрыша После перехода в чат-бот нажимайте на кнопку «Участвовать» и укажите свои фамилии, имя, отчество и телефон для связи Ваша заявка на розыгрыш подарков принята И через две недели путем случайного выбора мы определим четырех человек, которые получат памятные подарки от клуба Скорее участвуйте и следите за новостями в сообществе Друзья, ну что, спасибо, спасибо, что нас посмотрели И желаем действительно, Барси, отличного окончания сезона Спасибо всем и ждем вас всех в сообществе Барселоны Вайбер теперь на русском языке Виска Эль Барса Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»